Привет, это Вика и вы смотрите второй видеоурок по домашнему мыловарению. Сегодня мы с вами поговорим о пяти основных ошибках начинающего мыловара, а также научимся делать многослойное мыло. А теперь поподробнее об ошибках. Первая и самая основная ошибка, это когда вы плавите свою основу, она не должна у вас закипать, иначе потом ваши кусочки будут достаточно мутными. Вторая ошибка, это когда вы расплавили мыльную основу и вы активно-активно ее так помешиваете, замешиваете туда краситель, ароматизатор и все это делаете так активно вилкой. Нет, этого делать не нужно, потому что потом будут образовываться пузырьки. Третья ошибка, начинающие мыловары на самом деле любят украшать свое мыльце зернами от кофе. Не советую этого делать, потому что это потом в процессе использования засоряет водосток. Четвертая ошибка, не переборщите, пожалуйста, с сухоцветами. Если вы кладете много сухоцветов, то произойдет примерно то же самое, что и с зернами кофе. Пятая, самая последняя ошибка, она тоже очень важная, когда вы смешиваете много запахов. Например, вы используете эфирные масла и составляете композицию. Я советую вам не составлять композицию больше, чем три аромата. Как это делается, я сейчас продемонстрирую. Берете два запаха. В моем случае, например, масло мяты и лимон. Ставьте два пузырька вот так вместе и подгоняйте к себе воздух. И вы почувствуете, какой аромат в итоге у вас получится. Если вы подставляете там третий пузырек, то ставьте его еще дальше. В зависимости от того, какой аромат вам больше нравится, вы можете отдалять или приближать пузырьки. И потом, когда вы добавляете масло в мыло, просто какого-то добавляете больше, а какого-то меньше. И будет именно тот запах, который вы вот так себе накомбинируете. Теперь вы все знаете и, надеюсь, ошибок у вас не будет. Сейчас мы приступаем к созданию нашего многослойного мыла. Для начала нам понадобится мыльная основа. Так же, как и в прошлый раз, берем мыльную основу и нарезаем ее кусочками для того, чтобы расплавить. В этот раз мы плавим немножко больше, чем объем формы, потому что у нас будет слоев много. И каждый раз по чуть-чуть будет оставаться на некоторых емкостях. Основа готова. Я вот заранее уже развела диоксид титана. Нам необходимо прозрачную покрасить в белую. Как разводить диоксид титана, вы уже знаете из предыдущего урока. Теперь добавляю масло. Я опять беру масло виноградной косточки, потому что оно очень подходит для моего типа кожи. И сразу добавляю запах. Теперь я переливаю основу в мерный стакан с носиком. Не обязательно мерный, просто с носиком, чтобы мне удобно было разлить по маленьким емкостям и замешать краситель. Красителя у нас четыре. Я беру четыре одноразовые стаканчика. Вы можете использовать абсолютно любые мисочки. Для того, чтобы понять примерно какой ширины будут полоски, я ставлю стаканчик в форму. И наливаю необходимое количество основы. Гелевого красителя необходимо добавлять немножко больше, чем обыкновенного жидкого. Для того, чтобы добиться прям такого насыщенного цвета, ну вот как на флакончике. Сейчас нужно подождать, когда первый слой у нас застынет. Застыл наш первый слой. Надо, чтобы он застыл и прям был твердым. Я теперь беру зубочистку, либо вилку, и обязательно нужно сделать вот такие небольшие бороздочки. Для того, чтобы у нас было хорошее сцепление слоев. Чтобы оно потом в процессе использования не разваливалось. Еще есть один такой секрет. Для того, чтобы слои хорошо держались, берете спирт. И сбрызгиваете, вот так размазываете по слою. В крайнем случае, если спирт вы не нашли, используйте водку. Теперь я замешиваю второй наш слой. Снова маленечко под застывает. Поэтому на каждый слой я вам советую подогревать. Беру второй краситель. Мы добились нужного цвета. Теперь заливаем второй слой. Теперь отправляем в холодильник. Застыл второй слой. Теперь проделаем то же самое, что и с первым. Делаем на нем решеточку. Теперь замешиваем краситель. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы мыльная основа была не очень горячая, когда вы заливаете слои. Иначе они будут друг друга протапливать. Заливаем третий слой. Можно отправлять в холодильник. Третий слой готов. Делаем то же самое, что и с первым, и со вторым. Замешиваем краситель. Нужный цвет готов. Итак, финальная часть нашего урока. Мыло застыло, его можно доставать из формы. Как я уже говорила, форму лучше немножко порастягивать. Для наглядности я разрежу наше мыльце на кусочки. Если у вас получился такой брусок, то им уже очень удобно пользоваться. Я хочу просто продемонстрировать вам, как получились слои. Вот что у нас получилось. Наш второй видеоурок закончился. Я уверена, что у вас получилось тоже очень красивое мыло. Для того, чтобы наш третий видеоурок состоялся, я попрошу вас подготовить следующие ингредиенты. Это прозрачная мыльная основа, круглая форма или бутылка, оранжевый краситель, эфирное масло апельсина и люфу. До завтра! Ну это вырезать все надо будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова